Ну что ж, дорогие мои зрители, приветствую вас и предлагаю вам сегодня пройтись по улицам Леона, посмотреть что-нибудь красивое. И я хочу вам показать сегодня стрит-стайл, как одеты люди этим летом во Франции. Погода этим летом очень комфортная, по крайней мере, сегодня идеальная погода, ветерок, и поэтому, конечно же, можно наблюдать различные стили, различные направления. Вы знаете, во Франции все одеваются по-разному, как кому нравится. Вот, пожалуйста, одна дама идет в платье почти в вечернем, на каблуках, а рядом ее подруга в обычных брюках с майкой, и им очень комфортно, и никого не касается, кто как одет, кто как выглядит. Вот эта девушка просто прекрасна в своем таком салатово-зеленом кардигане, платье, рубашке и с джинсами. Очень эффектно смотрится, и, конечно же, на нее обращают внимание, потому что это красиво, потому что это зацепляет глаз, но в то же время все хороши по-своему. Каждый надевает то, что ему комфортно, и совершенно никто не обращает внимания, сколько тебе лет, можно ли тебе такое носить. Вот, пожалуйста, дама в возрасте одета, как молодая девушка. Но я хочу даже больше сказать, что дамы в возрасте одеваются гораздо более эффектно, чем молодые, потому что молодежь предпочитает комфорт, одевают какие-то брендовые, трендовые вещи, и, в принципе, все похожи друг на друга, в то время как дамы в возрасте имеют какой-то свой собственный стиль, скорее всего. Вот эта девушка мне очень понравилась своей короткой юбкой, своими сапожками. Единственное, что, конечно же, очень жарко, но ей, наверное, хорошо, а может, и нехорошо. Кто знает, но я бы такое носить не смогла. Но смотрится, конечно же, эффектно. Очень много длинных платьев, просто платье, платье, платье в этом сезоне особенно, как короткие юбки, так и длинные. Каждый носит, опять же, то, что ему комфортно. Но я замечала много, сегодня длинных платьев. Дамы на велосипедах, в платьях, в платьях, в платьях. И, в принципе, в принципе, всем комфортно, настроение спокойное, общее на улице. Каждый делает то, что ему удобно. Я подошла к витрине Zara. Вот, опять же, дама, видите, какая интересная. Я подошла к витрине Zara и увидела новую коллекцию. Одним глазком я посмотрела, сильно не задерживалась возле этой витрины, потому что, ну, мне особо сегодня не было интересно заходить в магазины. Я просто посмотрела общие тенденции. Общие тенденции мне показались спокойными, достаточно бледными. И когда я посмотрела на витрины, я увидела такие комплекты. Асимметричный жилет, свободные брюки телесного, какого-то серо-бежевого цвета. Ну, тален. И вот такой жилет без плеч. Тоже эффектно смотрится. Но расцветки, как вы видите, спокойные. Ничего особенного. Классические. Когда я зашла внутрь, я тоже увидела бледные, светлые цвета. Очень много белого. Но белый летом очень красиво смотрится. Он незаменим, пожалуй. Видите, опять юбочки. Да, ничего такого, чтобы сказать, что есть определенная мода, я не могу сказать. Опять же, длинные платья. Платья, брюки разные всякие. Все очень-очень разные. Вот эта девушка стоит в таких цветастых брюках, которые немножко расклешенные. Тут же рядом мы видим какие-то другие фасоны. Всевозможное изобилие фасонов и цветов. Поэтому сказать о каком-то определенном направлении очень сложно. Единственное, что там можно отметить, какие легкие летящие вещи, которых очень много. И на витринах магазинов мы тоже видим какие-то яркие расцветки, летящие фасоны, много натуральных тканей. Вот эти витрины уже дорогие витрины. И здесь немножечко другие расцветки. Оранжевый цвет сезона. И, конечно же, мужские витрины тоже очень яркие. Не менее яркие, чем женские витрины. Вот такие комплекты предлагает нам дорогой магазин. Здесь несколько брендов. Я не буду все их озвучивать. И вот так вот дамы прогуливаются в таких нарядах. Очень легкие, опять же, платьица. Обращаю на это несколько раз ваше внимание. Потому что в этом году, да, много такого. Даже в прошлом я не обращала внимания. И, как видите, никто не смотрит, можно ли носить в каком-то определенном возрасте какую-то определенную длину. Потому что, если человеку жарко, то он меньше всего думает во Франции о том, будет ли это смотреться достойно и с достоинством ли он несет на плечах свои прожитые годы. Человеку просто жарко. Вот, посмотрите, два парня идут в таких коротких достаточно шортах, но смотрится красиво. Вот такой комплектик. Я вообще люблю на мужчинах шорты. Если у него красивые ноги, то смотрится эффектно. И вот еще раз платье с полусапожками. Видите, не первый раз мы такое встречаем. Вот такие сумочки предлагаются. И опять же, длинные-длинные платья. Боже мой, сколько сегодня длинных платьев. Практически в пол. И вот еще одно платье в пол. Ну да, смотрится интересно, смотрится эффектно. Я сама такое очень-очень люблю. Какое-то напоминание о 19 веке, наверное. Вот еще одно платье длинное. Очень много макси-платьев. Но, наверное, это, да, тенденция этого сезона макси-платьев. И каждый уже принимает его или не принимает. Это витрина Массима Дути. Не могу сказать, что я большой их поклонник. Но иногда что-то интересное у них я могу встретить. И витрины достаточно спокойные. Опять же, на меня произвела впечатление вот эта марлевая рубашечка с такими защитными шортами. Шорты, скорее всего, лен, а рубашка, скорее всего, хлопок, судя по внешнему виду. Да, настоящая марлевка. И рядом роскошные широкие белые брюки. Полоски в этом году, да, лен, полоски. Мужская витрина достаточно скучна, на мой взгляд. И как-то совсем мрачная. Ну, парень рассматривает эту мужскую витрину. Вот такие прелестные шортики с шитьем на красивых ножках. Смотрится эффектно. Вот так вот выглядят наши замечательные француженки. И, конечно же, можно отметить, опять же, то, что никто не смотрит ни на кого. Каждый одевает то, что ему нравятся. Длинные юбки. Очень чувствуется комфорт на улицах. Комфорт в передвижениях. Никаких натужных походок на каблуках. Все свободно, спокойно. Посмотрите, какие шлепанцы предлагают нам магазины. Цены достаточно приемлемые. Кожа, материал. И вот эти из рогожки. Биркенштоки. 95 евро. Вполне даже симпатичные. И вот, опять же, молодежь. Молодежь везде одинаковая. Как сейчас выглядит сона. Красивая сона. Показываю вам все подряд. Потому что мне это нравится. Я вам показываю то, что мне нравится. Дама с собачкой. Пожалуйста. Еще одна дама в длинной юбке. Тоже очень-очень длинная юбка. Практически в пол. А эта пара просто мне понравилась. Потому что они держатся за руки. И это приятно смотреть. Только поэтому. Проходя мимо этого чудесного памятника. В таком роскошном месте. Я не могу не сказать ничего об этом человеке. Это Жан Клибергер. Его называли хорошим немцем. Он жил в Лионе в 15 и 16 веках. Прославился тем, что он был прекрасным финансистом. Сколотил огромное состояние. И очень помогал Франции. И жертвовал огромные суммы. Благотворительность. Поэтому его называли хорошим немцем. Видите, какой роскошный памятник в таком шикарном месте. Такие кадры, я думаю, не везде можно увидеть. Поэтому с удовольствием делюсь с вами этими кадрами. А это тоже стрит-стайл. Почему нет? Роскошная собака. Выглядит просто прекрасно. Вот так должны выглядеть все собаки. Посмотрите, какая ухоженная, чистая. А это просто красивая улочка. И я снимаю для вас не только стрит-стайл, но и какие-то интересные моменты. Например, сейчас я вам покажу работы леонского художника уличного, который занимается стрит-артом. И который латает дыры в асфальте с помощью керамической плитки, с помощью стекла, с помощью различного кусочков дерева, шпона. И его работы знаменитые. Это я себя показываю в витрине. Да, без меня же, наверное, тоже как-то. Ну, никак. Как же я себя не покажу любимую? Вот, смотрю, как я выгляжу, да. Очень свободный, расслабленный лук у меня сегодня. Брюки-палаццо, обычная майка, шлепанцы. Кстати, шлепанцы Зара, брюки Зара, майка белорусская, сумка итальянская. Часы тоже итальянские. То есть, не часы, а очки. И шлепанцы, которые я ношу везде и всюду, которые купила просто так, оказались очень удобные. И, конечно же, обязательно вам покажу сейчас эту мозаику. Об этом художнике, о котором я начала говорить. Он живет в Лионе. Его зовут, вернее, он себя называет МММ. И знаменит он тем, что он латает дыры в асфальте, как я уже сказала, с помощью различных материалов. Его работы многие у себя постят в соцсетях. Ну, как он выглядит, то он такой толком никто не знает. И я с удовольствием вас познакомлю сегодня с его работами. Оставайтесь со мной. Я ищу эти замечательные заплатки. Вот она, эта чудесная мозаика. Например, эта мозаика сделана из керамической плитки разных цветов. Вырезана ровно по форме этих дыр в асфальте. А это, скорее, уже дерево. Возможно, шпон. И тоже, опять же, сделана очень оригинально, очень интересно. Художник знаменитый. Его работы выставляются много где в интернете. И я рада, что увидела это своими глазами. Потому что такие вещи увидеть можно не везде. И с удовольствием показываю вам. Посмотрите, как классно, интересно. Если кому-то нравится эта идея, можно то же самое сделать у себя где-нибудь на частной территории. И будете тоже необычным и оригинальным человеком. Да, тоже деревянные какие-то пластинки. А это плитка. Обычная плитка, которую мы выкладываем в ванной стены. Вот так здорово это сделано. Еще дальше то же самое. Ну что ж, дорогие мои зрители, будем с вами потихонечку прощаться. Я иду на автобус и возвращаюсь домой. В автобусе я встретила очень интересную даму. В красивом-красивом платье. Не буду говорить, сколько этой даме лет. Гораздо больше, чем мне. И в то же время она смотрится прекрасно. Вот она в своем чудесном платье. И надеюсь, видео вам сегодня понравилось. Несмотря на то, что в нем вместилось все. Немножко истории, немножко архитектуры, немножко художества. И, конечно же, стрит-стайл. Все вместе. Ну, возможно, вам такие видео интереснее смотреть. Потому что живая картинка. Но звук, к сожалению, не живой. Потому что везде идут строительства, строительные работы. И я просто-напросто не смогла оставить этот шум. Пришлось накладывать озвучку. Но надеюсь, что это никак не испортило мое видео. Всем хорошего дня. Возможно, хорошего вечера. До новых встреч, новых видео.